Не отравляйте жизнь своим детям, заставляя их добиваться успеха там, где вы сами не преуспели. Вы им не босс и не хозяин. Вашему ребенку нужен друг, с которым можно поговорить, с которым можно поиграть. Положение родителей существенно изменилось за последние 25 лет. Когда я сам был ребенком, не только я, но и все мое поколение, из всего, что на нас влияло, вероятно, родители — это 60-70%, школы и внешние воздействия — около 30%, потому кого мы могли встретить, кроме школьных друзей или родственников? Ничто могло повлиять на нас извне, кроме прочитанного в книгах или увиденного в кино. Тогда видео не играло со всех сторон. Это новая вещь. Но теперь все перевернулось. Сегодня ваше влияние на детей составляет максимум 25-30%. На них воздействуют все, кто угодно и откуда угодно. Кто эти люди и каковы их цели, этого вы не знаете. Школьные учителя почти не имеют влияния. Живущие рядом друзья и соседи почти не имеют влияния, но кто-то ощутимо влияет на них откуда угодно. И поскольку из всех людей в мире именно вы являетесь матерью, можно ожидать, что у вас самые лучшие намерения по отношению к вашим детям. Когда это так, ваше влияние на них должно быть максимальным. Но этого не произойдет, пока вы думаете, я родитель. Потому что родитель — это чертов босс, который никому не нравится. Если ваш ребенок захочет чем-то поделиться, он подойдет к своим друзьям и поделится с ними. Почему? Потому что он считает своих друзей понимающими. В то время как родители немного... они ничего не понимают. Они как с другой планеты. Не будьте такими. Вашему ребенку нужен друг, а не босс. Да? Ему не нужен босс. Ему нужен друг, с которым можно поговорить, с которым можно поиграть, который радуется жизни так же, как и он. Но я же родитель. Многие воспринимают это как тяжкое бремя. Я родитель, мои дети, их карьера, что их ждет. Наверное, 32-33 года назад, когда я проводил одну из первых программ внутренней инженерии в Чинай, один мужчина в утренней группе очень переживал о судьбе своей дочери, о том, что ей предстоят экзамены, о том, что девочка совсем не думает об учебе, о том, какое будущее ее ждет и так далее. Я заметил, что он довольно молод. Сколько же могло быть его дочери? Я спросил его, сколько ей лет? Он ответил, четыре года. Вы идете? Сказал я ему. Вы не достойны быть отцом. Ребенку четыре года, а он переживает о ее будущем. Она не делает уроки, она не настроена на учебу, не уделяет внимания математике. Набрала всего 98 баллов из 100. Это бред. Не отравляйте жизнь своим детям, заставляя их добиваться успеха там, где вы сами не преуспели. Они живут не для этого. Они приходят через вас, а не от вас. Это привилегия, когда другая жизнь появляется через вас. Всегда оцените эту привилегию и думайте о лучшем из того, что вы можете сделать. Вы им не босс и не хозяин. Это огромная привилегия видеть развитие жизни с самого ее рождения. Чтобы это произошло, дети должны расти в самых лучших условиях. Лучшее, что вы можете сделать, это создать дома такую атмосферу, в которой дети никогда не узнают, что такое гнев, что такое страх, что такое расстройство, что такое ревность, что такое семейные сцены. Не увидят ничего подобного. Будут расти в атмосфере любви и радости. И это все. Не нужно учить их какой-то глупой философии, и они прекрасно будут развиваться, потому что именно такие условия необходимы для формирования жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok